141 или 142 миллион долларов, а, миллиард долларов годовой оборот. Папа, здесь нет нормальной еды. Современными молодежами, особенно в районе от 18 до 35 лет, это их, можно сказать, тусовка. Гордимся своими учениками, мы гордимся на самом деле, потому что есть нам чем гордиться. Не ограничивайтесь, пожалуйста. Сами себе не ограничивайтесь. Это мир большой. Вот эти кафетерии стали очень модными, кто заметил? Маржа хорош. Классно вообще. Супер вообще, эти кафетерии. Пара карусан, еще там пара, не знаю, чего-то такое. Стакан кофе. И на тебе. Современными молодежами, особенно в районе от 18 до 35 лет, это их, можно сказать, тусовка. Они кафе не ходят. Они ходят общаться в кафетерии. Они ходят туда посидеть, общаться, поговорить. И со временем кафетерии становится, кафетерии становится со временем. Вообще, в свое время, такое время, когда-то Старбакс появился в Америке, именно когда этот тренд поймал. И с того времени Старбакс стал популярным по всему миру. Им удалось это сделать. А сейчас это у нас. У нас разные кафетерии. Кто-то там, уже если вы замечаете, хорошая атмосфера, хороший дизайн, место для общения. За чашкой кофе общаемся. Вот такое. Оно очень хорошо развивается и будет расти. Мы такое делали. Вот один из наших учеников. Зайдите, посмотрите его кафетерии. Очень хорошо. Вот эти кафетерии как раз это результат нашей учебы. Мы обсуждали, все вместе обдумали, наладили. Просмотры его бизнеса вы можете посмотреть, увидеть. Очень хорошее. Я думаю, что для себя берете много чего. Если вдруг захотите кафетерию открыть, просто купите у него франшизу. Я сейчас его упакую как раз. В дальний момент уже делали. Мы тестировали, тестировали. Кучу ошибок убрали. Крутой бизнес, честно скажу вам. Лучше купить и готовить бизнес. Дешевле обойдется, чем самолет изобретать, чем телефон изобретать. Лучше купить телефон и просто звонить. Машину лучше купить, чем изобретать машину. Намного дешевле, намного выгоднее. Это, я не шучу, ребята, это правда. Круто. Поэтому найдите его. И думаю, что вам это сильно помогут. Следующее, это... Фастфуды. Фастфуды, они... Сейчас тренды. Узбекистане точно тренды. Казахстане они тренды. Кыргызстан, Таджикистане тренды. Вот, знаете, самое интересное, и мне что удивляет сейчас. С моими детьми я пошел в кафе. Пошел в кафе. Я говорю, закажи что-нибудь сыну. И сын мне говорит, папа, здесь нет нормальной еды. Я говорю, а что ты хотел? Он говорит, бургер. Я говорю, подожди, еще раз повтори. Он говорит, ну, пап, здесь нет бургера, нет того. Я сижу, думаю, ё-моё, наши дети, уже у них в голове бургер, чикен, и так далее, и так далее. Они уже по-другому думают. Мы идем в кафе, они заказывают пиццу, они не заказывают лагман плов. Кто понял? Да-да-да, они не заказывают. Я не шучу, ребята. Это действительно, вот что делает маркетинг. Вот что делает маркетинг. Это правда. Для молодежи, понимаете, как-то для них как-то модно, что ли, или что-то такое, ходить в этих фастфудах и так далее. Так что старайтесь. Если вам нужен какой-то крутой бизнес по фастфуду, здесь есть у нас ученик, вот это, Фурхаджон, вот это видите? Найдите вот это Далифуд. Я не шучу. Я сейчас его упакую. Очень скоро будет крутой. Многие вещи здесь сделаны. Он где-то здесь, я его видел. Фурхад везде. Вот он. Сколько уже ресторанов? Станьте. Шесть? Сейчас шесть? В Туркестане сейчас шесть. И, алхамдуллах, мы сейчас их будем масштабировать по всему. Сколько сможем, в общем. Куда сможем, сколько сможем. Алхамдуллах, вот работаем, работаем, совершенствуем, изменяем. Очень хорошая бизнес-модель, готовая. Многие вещи авторские. Честно скажу, многие вещи авторские. Рецепты, упаковки. И все это очень хорошо. Алхамдуллах, я думаю, что в ближайшее время вы его видите везде. Если видите его в Ташкенте, если видите его в Москве, видите где-то и так далее, когда ваши дети говорят, отвезите меня туда, лучше отвезите их туда. Хорошо? Это же лучше же. Это будущее. Я в ближайшие 10 лет точно могу сказать. В ближайшие 10 лет. Не так много вложений, но результативно. Быстро. Быстро тоже очень важно. В связи с чем эта модель растет? В связи с чем эта бизнес-модель растет, становится прибыльнее и так далее? В связи с чем? Время. Во! В связи с время. Время, время, время. Сейчас мы... У меня есть один ученик. Его Кабир зовут. Я не знаю, здесь его фотки или что-то нибудь. У тебя есть или нету, да? Кабир. Сейчас мы с ним делим отдельные вещи. Кабир, ты здесь? Его нету, да? С ним мы делим отдельные вещи. Сели в ферме и так далее. Аллахамдуллах. Я его возил с собой в Корее, везде, показал и так далее, чтобы учился он. Мы сейчас это делаем. Сейчас он действительно очень многие вещи созрели. Уже подходим к этим моментам. Аллахамдуллах. Сделаем очень хороший сет кафе. Он давным-давно, правда, в этой сфере работал. Сам без меня работал. Но по появлению в наших учебах и так далее. Раньше он делал просто обычные типа столовые, которые люди ходят, кушают, как обычно типичные кафе и так далее. Были, как наш народ делал везде. Курутобе продавал. Курутобе называется у нас там национальное блюдо, которое он продавал. А сейчас, Аллахамдуллах, сделает он очень хорошей фермой, хороший сет кафетерии, бестрой и так далее. Думаю, что возможно, в следующий год вы его увидите очень крутым. Тогда буду показывать вам, как это произошло. Готовая еда. Готовая еда. Знаете, мы были дочерней компанией Самсунга, CJ, дочерней компанией. Эта компания, дочерняя компания, правда, это тоже отдельный холдинг. Если я не ошибаюсь, 141 или 142 миллион долларов, а, миллиард долларов годовой оборот. 142 миллиард долларов годовой оборот. И одно из их направлений, основное направление, это готовая еда продают. Просто готовая еда продают. Люди заняты уже. У них там где-то вот в этой CJ, где-то 5 направлений или 6 направлений были. Одной из них было вот это готовая еда. Если одной из них был в Вильнюсе, косметика, здоровье и так далее, уход за тело, в другое направление было именно готовая еда. Я когда это видел, я сидел, думал, люди настолько становятся в будущем заняты, что они устают. Им никогда дома готовить. Кто понял? Год за годом, год за годом они будут уставать, 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 уставать. И им дома готовить невыгодно становится. Сейчас в дальний момент у нас хорошо, что большинство из нас, жены домашние, дома что-то готовят. Но наступит время, через 10 лет, 15 лет мы тоже, наверное, к этому придем. Большинство семьи уже невыгодно дома готовить, потому что вы дома не можете готовить все то, что есть в ресторане. В ресторане кушать один раз этот, другой раз так, третий раз так. Знаете, я долгие годы в Бишкеке жил. Кто из вас в Бишкеке жил? Или живет и так далее. Я до сих пор живу там. И самое интересное, знаете, что я заметил? Очень интересная вещь. Когда первый раз я туда поехал, это было в 2006 году, я заметил очень интересную вещь. Дома готовить, кушать было дороже, чем кафе пойти кушать. Это Бишкеке, это Кыргызстан, рядом совсем. На самом деле так. 60-70 лет. Поэтому в те времена я заметил, какой бизнес хорошо растет в Кыргызстане. Кафе закусочный. Все кафе закусочные, вот Фаиза и так далее, они растут, хорошо растут. А почему? Потому что народ ходит, народ ходит, кушает и так далее. Она выгодна, она недорога. В кафе ресторанах вы недорого там кушаете, чем даже дома готовят. Вот это Нават, Фаиза и так далее. Нават уже сейчас за пределы Кыргызстана вышел уже, в Казахстане. У вас есть сет Нават здесь, в Узбекистане или нет? В Казахстане есть, да? В Узбекистане есть? Вау, уже пришел сюда, видите? Молодцы. Вот они стали сетью. Вот они тогда только-только в 2008-2009 годах, в 2010-2014 годах были только первые, когда открыли недалеко от нашего офиса. И вот так дивинулись. Слава Богу. Видите, растут, будут все равно. Доставка на дом. Это новая модель, модель темной кухни. Вот эта модель темной кухни, она благодаря после, модель темной кухни после пандемии стала актуальна у нас. Что такое модель темной кухни? Что это такое? Это когда, получается, что это когда, благодаря вот этой Яндекс.Доставке, всякие утконосы и так далее, всякие вот эти доставки же появились, благодаря них этот бизнес будет расти. То есть получается, что у вас вообще нету посадочных мест, никто не видит вашей кухни, вы делаете у себя дома, просто доставляете. Вы делаете у себя дома, просто доставляете. Консультировал одного парня, он делает шашлыки только. Только шашлыки делает и доставляет. Очень хорошо работает. Очень хорошо поставил. Нормальный бренд. Он был у нас на нашей мастер-классе январь месяц. Темной кухни. Модель темной кухни актуальна сейчас, благодаря интернет-заказу, благодаря тому, что сейчас в данный момент происходит, то, что везде многие люди уже после пандемии научились жить в интернете. Они умеют заказать, они умеют звонить, они умеют уже оформлять. Самое главное, раньше доверия не было интернету. Сейчас интернет, заказы уже доверия больше, 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 больше становится. Люди придут к этому. Так что это тоже очень хорошо работает. В нашем сообществе или в нашем школе само. Сколько правильных людей. Вы замечаете, что я рассказываю, говорю что-то и тут же показываю пример кейсами наших учеников. Тут же собственные кейсы. Я не рассказываю, что Илон Макс что-то делает. Кто понял? Я не рассказываю, что там интернеты можно слышать, там Ютубе или что-то, говорит Стив Джобс такой крутой. Нет. Мы гордимся своими учениками. Мы гордимся на самом деле, потому что есть нам чем гордиться. За эти годы работы мы помогли огромное количество людям построить свой бизнес. Это здорово, алхамдулло, очень хорошо. Мы сначала думали, сделаем топ-15 учеников, показываем, чтобы было кейс, чтобы это было знание, люди учились. Сейчас я смотрю, надо делать топ-1000. Да-да-да, правда. Сейчас я думаю, надо делать топ-1000, потому что у нас очень много хороших, грамотных ребят, которые я горжусь ими. Это очень круто. Разве это не круто, ребята? Это круто. Это действительно круто. Бизнесы, которые можно делать на глобальном рынке. Надо браться на бизнесы, которые можно делать на глобальном рынке. Есть бизнесы, которые ты можешь вывести в глобальном рынке, но только меняя бизнес-модель. Их много. Упакуйте свой бизнес в франшизы, выйдете на глобальном рынке. Дистрибьюторский сет создайте, выйдете на глобальном рынке. И через инвестиционную модель, видите, на глобальном рынке. Очень много хороших возможностей. Стать технологичным это можно делать. Не ограничивайтесь своим городом. В никаком случае своим городом не надо сидеть. Ваш город понятный делает, что это ваш город. Ограничиваться своим городом вы остаетесь маленькими, потому что денежная масса ограничена. Денежная масса все равно ограничена. Знаете, почему люди ограничиваются своим городом? Сказать вам почему? Потому что у них нет сильной команды, нет технологии. Масштаб мышления ограничен. Сознание ограничено. Да, сознание ограничено. Вы какое-то время будете там крутим. Какое-то время вы будете крутим. Ну, 5 лет, 7 лет, 10 лет. Но 100 лет вы там не будете крутим. Это точно. Я могу уверенно сказать. 100 лет быть крутим не получится. Не ограничивайтесь, пожалуйста, своей сферой. Если вы видите, что в чем-то есть другое, ближе к вашей сфере крутой направлении, выгодные направления и так далее. Возможно, гибридные стратегии используйте. Возможно, просто будьте партнерами, инвесторами. От этого больше будет вам выгодно. Следующее. Не ограничьтесь своим языком. То есть не надо... Вот, представьте на минуту, если я таджикист, я сидел бы в Таджикистане, только говорили бы на таджикистском языке. Я стал бы, кто я есть. А вы знаете, в 2001 году я это понял. Вот то, что сейчас рассказываю вам, я это понял в 2001 году. Это честно скажу вам, я это понял в 2001 году. Я пришел, все родственники собрал, сказал, сначала 98 год собрал, 2000 год собрал, 2001, 2002 собрал. Потом я сказал, я не с вами. Я понял, что они не понимают меня. Я понял, что я с ними, если останусь, я буду один из них. Я сказал, ребята, значит, я не с вами. Я не хочу оставаться таким, как вы. Я буду другой. Моя жизнь, она будет другая. И слава Богу, что тогда я это понял. И мой совет к вам. Не ограничивайтесь, пожалуйста. Сами себе не ограничивайтесь. Это мир большой. Я хотел бы спросить у вас. Кто, откуда здесь? Какие города есть люди здесь? Давайте начнем сначала. Откуда начнем? Россия. Россия. Какие города? По одному только. Грозный, да? Новокузнецк. Томск. Уфа. Владивосток. Это там Япония. Сергей, ты молодец вообще, брат мой. Вообще горжусь тобой. Молодец, дорогой. Я ради тебя пойду в Владивосток. Честно тебе скажу. Молодец, брат мой. Он оттуда летит здесь на учебу. Еще? Иркутск. Москва. Санкт-Петербург. Тюмень. Это Россия. Казахстан. Алматы. Астана. Тараз. Чимкент. Атрао. Туркестан. Кустанай. Есть еще Кзларда. Бишкек. Бишкек, да? Только из Бишкека? Хорошо. Ташкент. Ташкент. Бухара. Фиргана. Номанган. Нукус. Самарканд. Харизм. Сурхандария. Хашкадария. Каракал-Пакистан. Ашкабад. Марин. Чоржу? Есть? Душамбе. Панжакент. Худжанд. Регар. Гисар. Гисар. Шахритуз. Ва! Ты с границы Афганистана пришел. Молодец. Молодец. Шахритуз. Рашт. Добро пожаловать, ребята. А теперь внимание обратите. Вот это есть. Один мир, один рынок. Когда мы говорим один мир, один рынок, на самом деле мы это поняли еще давным-давно. Если на это будете глобально смотреть, вы будете расти. Глобально надо двигаться. И свой бизнес адаптировать к этому. Пойдемте пообедать. После обеда будем продолжать. Бурный аплодисменты себе. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!